Итоги уходящей среды Не купить кота в мешке. В Беларуси меняются правила продажи БО-автомобилей. Как можно будет узнать историю поддержанной машины? Заклятые соперники футболисты Белшины на домашнем стадионе «Спартак» дали бой чемпиону страны. Какой счет? А также всебелорусская стройка, уголовное дело и уборочная компания. Аграрии намолотили уже около 250 тысяч тонн зерна. На что сделали ставку? Кем стать? В белорусских колледжах стартовала ступительная компания. В этом году учреждения среднего специального образования, а их в стране 110, зачислят 39,5 тысяч человек. У выпускников базовой школы, которые претендуют учиться бесплатно, документы будут принимать до 3 августа. Это же касается и абитуриентов, которым нужно сдать вступительные испытания по специальности. Платников СУЗы ждут до 14 числа. Те, кто окончил 11 классов, смогут подавать документы на бюджетную форму до 12 августа, остальные – до 17. Абитуриенты предоставляют в приемную комиссию заявление на имя руководителя, медицинскую справку с указанием квалификации, документ об образовании и приложение к нему, 6 фотографий, а также документы, предоставляющие право абитуриента на льготы. У нас в колледже стартует приемная кампания, уровень среднего специального образования, специальность коммерческая деятельность, квалификация товаровед, сокращенная форма обучения, срок обучения – 1 год 4 месяца. Подают документы абитуриенты, имеющие квалификацию продавец 4-го разряда, нуждающимся у нас предоставляется общежитие. Вступительные испытания в СУЗы пройдут с 4 по 8 августа. О зачислении на бюджет абитуриенты узнают до 10-го числа, на платное – до 16-го. К слову, бобруйские колледжи предлагают десятки профессий. Среди них бухгалтер, строитель, юрист, программист, продавец, техник-технолог, художественный оформитель, кондитер, медсестра, швея, парикмахер, визажист. Госрегистрация теперь не только в ГАИ. В Беларуси меняются правила продажи БУ автомобилей. Указ направлен на защиту граждан от недобросовестных продавцов. Документом введена обязанность по заключению соглашения об отчуждении транспортных средств только в письменной форме. Также теперь договоры купли-продажи, которые составляются между физлицами, могут проходить госрегистрацию не только в госавтоинспекции и Минсельхозпроде, но и у нотариусов. Исключена возможность оформления счет справок. Также исключен расчет в наличной форме, юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Узнать историю поддержанного автомобиля белорусы скоро смогут онлайн. Над созданием базы сейчас работает Национальный центр электронных услуг. Сведения о прохождении техосмотра, допуске к участию в дорожном движении, пробеге, а также нахождении в розыске будут доступны уже в этом квартале. Море ягод. В Беларуси в самом разгаре черничный сезон. Только в Могилевской области у населения планируют закупить до 500 тонн. За кило дают 4 рубля 20 копеек. Минлисхоз тем временем напоминает – поход в чащу должен быть безопасным не только для природы, но и для человека. Обо всем по порядку Ольга Васенда. Елена Бабинич открыла черничный сезон. Дары природы собирает руками. Ягодку за ягодкой. На ногах с 8 утра. В рите раньше помешала плохая погода. Спустя 2 часа почти полное 10-литровое ведро. Говорит, бывало и больше. Женщина признается – это титанический труд, но все же приносит удовольствие, а еще неплохую прибавку к зарплате. Для меня лично, это мой ребенок рекорд поставил. Вот она 150 рублей сама заработала. Я понимаю, что это очень мало для общего такого. Ну, извините, для 11-летнего ребенка, который только-только начал собирать, я считаю, что это нормально. Будем-то мы каждый сезон, но не всегда у нас получается так собрать, чтобы, знаете, как некоторые, ох, прямо ударно. Мы, можно считать, так любители. В этом году черничный сезон начался позже прошлогоднего. Сказалась холодная весна. При этом ягод хоть отбавляй. И как нельзя кстати, в районе отсутствует запрет на посещение лесов. Как говорится, бери не хочу. И для заработка, и для себя. Бережнее всего собирать чернику вручную. Начинать утром, когда роса высохнет, или после обеда. Брать ягоды лучше с молодых кустиков. Такие плоды более сочные. Определять возраст можно по количеству боковых побегов. Чем их больше, тем старше растения. Облегчают процесс гребенки, комбайны или скребки. Правила эксплуатации просты. Собирать ягоды следует снизу вверх, при этом придерживая побеги, чтобы не повредить. Приемлемое расстояние между субьями 5 мм. Допустимо, если материал изделия пластмасса, металл, древесина, резина или их комбинации, режущие края запрещены. При сборе грибов следует пользоваться ножом, срезать гриб у основания. Либо, если ножа нет, то заниматься выкручиванием этого гриба, что позволит минимизировать повреждения грибницы. Также законодательно за нарушение правил сбора, методики сбора ягод, грибов в Республике Беларусь предусмотрена ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин. Один из пунктов приема находится возле вокзала. В 4 часа здесь, как правило, ажиотаж. За килограмм черники дают 4,20, за лисички на 80 копеек больше. Но их сезон только начался. Честники признаются, пока вдоволь сдают только ягоды. Доходило до 50 килограммов с человеком. Сдала 12 килограмм, получила 48 с копейками. Сегодня он корзиночку собрал, и вчера корзиночку. А заработали 60 рублей. Черника богата клетчаткой, витаминами и минералами. Улучшает работу головного мозга, снижает артериальное давление и нормализует уровень холестерина. Для тех, кому лесная прогулка не по душе, подойдет поход на рынок. Там за литровую баночку просят 6 рублей. Половина обойдется в 3. Такая же цена и у лисичек. Ягоды очень хорошо с просом идут. Особенно земляничка очень хорошо. Она 5 рублей стаканчик, но она стоит. Черника тоже хорошо идет. Люди кушают. Проверка у нас. Проверяют каждый день. Хорошие ягоды. Хорошая проверка. Ягоды у населения принимают на территории всей Могилевской области. В планах закупить до 500 тонн черники. Пока в закромах – 120. Около 80% отправят на экспорт. Основными потребителями станут россияне. Лесное лакомство там всегда расходится на ура. Ольга Басенда, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Жестокое обращение, доступные услуги и минимальный размер. В Беларуси с января 2023 введут налог для самозанятых. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Аграрии намолотили уже около 250 тысяч тонн зерна, но жатва стартовала не повсеместно. В час специалисты ждут погоды. В дождь уборку приходится ставить на паузу. Ставку в этом году сделали на озимую культуру и не прогадали. Средняя урожайность сечмия выше, чем в 2021. В Беларуси с января 2023 введут налог для самозанятых. Информацию нужно будет предоставлять в приложении, которое сейчас в стадии разработки. Сбор должен исчисляться из полученного дохода, сдекларированного налогоплательщиками. Минимальный размер платежа устанавливаться не будет. К все белорусской молодежной стройке присоединились ребята из России. Это члены парламентов из 20 областей страны-соседки. Напомним, в этом году президент присвоил такой статус объектом мемориального комплекса «Хатынь», где сейчас трудятся студенческие отряды. В стране с начала года оказано более 33 миллионов электронных услуг. Это практически в два раза превышает показатель 2021. Портал постоянно обновляется и уже сегодня позволяет получить доступ к 230 функциям. А с января работает личный кабинет, который сильно облегчает оплату. В республике за 2021 возбуждено около 50 уголовных дел за жестокое обращение с животными. Закон в отношении питомцев пока находится на стадии проекта. Зоозащитники не устают бить тревогу. Часто готовы собаки избивают ради видеороликов и развлечения. Порой приходится вмешиваться на самом высоком уровне. Достойная игра. В очередном туре чемпионата Беларуси по футболу Белшина принимала «Шахтер». Солигарчане одержали волевую победу 2-1. Проигрыш отодвинул «Шинников» на 12-ю строчку в турнирной таблице. Илья Русецкий заглянул на трибуны «Спартака». К 15-му туру Белшина и «Шахтер» подходили в одинаковом настроении. Первые в предыдущей игре ни с чем вернулись из Мозыря, вторые вылетели из Лиги чемпионов. Да и во внутреннем турнире у солигарчан сейчас всего лишь шестое место. В Бобруське горняки исключительно ради победы. С первых минут «желто-черные» берутся за дело. Моментов хватит еще на пару матчей. Но вот реализация, она пока хромает. С нулями на табло команды уходят на перерыв. Наша болезнь, я не знаю, что это такое. Как это назвать? Мы не можем попасть в бурнород. Имеет столько возможностей для гола. И острых моментов. И просто возможностей того, чтобы поставить точку и разыграть правильно. То блокироваться, то мимо, то еще что-то. Вторая половина матча получается более результативной. На 66-й минуте Белшина выходит вперед. Шахтер ошибается в собственной штрафной. Мяч на счету Соколовского. Солигарчане сразу бросаются отыгрываться. Это 8 минут и подопечные Сергея Ташуева не только сравнивают цифры, но и выходят вперед. Сперва Максим Скавыш забивает. Для нападающего это 100-й гол высшей лиги. Затем после ошибки центрального защитника красно-черных, Черняк записывает свое имя в протокол. 2-1. До финального свистка счет не меняется. Солигарчане увозят из Бобруйска 3 очка. Шинники опускаются на 12-ю строчку в турнирной таблице. Сейчас в чемпионате будет пауза на Кубок страны. Бобруйчане должны были играть с Гомелем в 1-й восьмой, но матч перенесли по просьбе Рыси. Им в четверг стартовать в лиге конференций. Илья Русецкий, Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok